Со времен Древней Руси кукла сопровождала человека на протяжении всей жизни. Фигурки из травы, тканей, дерева или лыка использовались в обрядах, служили оберегом, выполняли бытовую и воспитательную функции. В куклы играли и мальчики, и девочки, разыгрывая и свадебные обряды, и масленичные гуляния, то есть быт до определенного возраста. Это позволяло им органично войти в мир взрослой жизни. Потом игры заканчивались, и начиналась непосредственно уже работа, помощь родителям, помощь старшим. На выставке «Мудрости тепло народной куклы» представлено более 80 экспонатов начинающих и именитых мастеров – детские изделия. Их собирали все 10 лет существования музея. Они наглядно показывают процесс развития русской игрушки и ее практическую значимость. Куклы делятся на обрядовые, игровые и обережные. Не утихают споры о том, как должны выглядеть последние. Поэтому каждый экспонат изготовлен по авторскому замыслу. Обрядовыми куклами более все конкретно. Это наши масленицы, куватки, калятки. То есть те праздники, которые сохранились до нашего времени, и они сопровождаются определенными обрядами с использованием определенных кукол. Кукла на ложке, кукла на веретене, зайчик на пальчик. Это куклы игровые, назначение которых было занять ребенка. Сделать какой-то акцент, то есть отвлечь малыша. Или привлечь наоборот внимание к процессу создания. Люди изготавливали фигурки для хорошего урожая, удачного замужества, здоровья детей. С помощью куклы-хороводницы девушки учились работать с веретеном. С помощью крупенички готовить. С присказкой по ножке насыпаешь крупеничку, по шейку водичку, по головке кашки. То есть получается так, что это кукла сообразный, мерный стаканчик, мерная линейка. И действительно, если по краю горшка насыпаешь крупы, заливаешь водой, то она не убегает в печи. Подробнее познакомиться с выставкой и с конно русскими традициями можно в Музее народной игрушки. Для посещения необходимо заранее записаться по телефону 6 64 94. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.